Дорогие друзья, уважаемые товарищи! Весь этот год прошел под флагом 70-летия победы, под флагом Красного Знамени Октября. В течение года мы приняли в партии Комсомол почти 70 тысяч молодых людей, которые верой и правдой будут служить делу Октября в защите трудового народа. Мы провели пленум на встречу в столетии Октября, который определил развернутую программу, и эта программа начала выполняться. Мы максимально сконцентрировали внимание на передаче революционного и советского опыта молодому поколению. И молодое поколение все больше впитывает опыт великих свершений, под которыми стоит подпись всех народов Великого Советского Союза. В настоящее время только что на Красной площади прошел парад. Самое удивительное, там никто не драпировал мавзолей, там большинство детей были в красной форме, там все кадеты выступали под красным флагом, где было записано, что они продолжают дело дедов и отцов-героев. Это очень важные изменения в общественном строении. Да похоже и башни в Кремле уже не могут договориться. Некоторые проводят политику государственного патриотизма, другие, особенно в правительстве, продолжают этот омерзительный либеральный курс, который грозит дальнейшими потрясениями. Рядом здесь, в Манеже, день назад открыта выставка от великих потрясений до великих побед. И несмотря на отдельные уколы и кивки в сторону советской эпохи, тем не менее вынуждены показать великую индустриализацию и ленинско-сталинский прорыв к высотам победы. Вынуждены показать культурную революцию и всеобщую грамотность, показать, что за первые четыре года советской власти было открыто 250 вузов и новых научных школ. Но вместе с тем в стране очень мощные силы, которые продолжают ту убийственную ельцинско-гайдаровскую политику, и эти силы сегодня окопались в российском правительстве. Им ни указ, ни событий на Украине, ни санкций их за океанских покровителей, ни спад производства во всех отраслях народного хозяйства. Они и дальше продолжают коверкать страну и уже притащили в Государственную Думу бюджет, в котором нет ничего ни для модернизации, ни для инноваций, ни для будущего страны. На огромную страну всего 15 триллионов рублей, когда бюджет должен быть в два раза больше. Но самое печальное, что они не понимают сути прошедших 20 лет и той трагедию, которую страна испытала в лихие 90-е. Нас не взяли фашисты, не сумела покорить Антанта. Мы сколотили великую советскую державу, в основе которой лежал труд, дружба народов и справедливость. Но нас расколотили после 91-го года, когда объединили русофобию, антисоветизм и помножили на американские либеральные экономические реформы, когда надо отдать всю собственность наглым очередным хозяевам, которые оказались перед лицом Криса абсолютно беспомощными. Эта политика разрушила советскую страну. Она уничтожила почти 80 тысяч предприятий. Она подожгла войну на Украине. Эта политика обанкротилась полностью. И тем не менее, обратите внимание, на некоторых каналах и в некоторых институтах снова на нас катит волну русофобии и антисоветизма. Сегодня, в день Великого Октября, от Всеволодно-Патриотического движения заявляю, эта политика преступников. Она не может быть поддержана ни под каким соусом. Она уже полностью обанкротилась, и мы обязаны проводить государственно-патриотическую политику. Я только что ночью вернулся из Белоруссии. Там вчера Александр Григорьевич Лукашенко вступил в должность президента. Он просил поблагодарить Россию и вас за поддержку. За поддержку того курса, который в братской Белоруссии оказался самым эффективным и самым социально грамотным. Спасибо, братская Белоруссия! Спасибо за пример, которому следует подражать. Выступая, Александр Григорьевич сказал смысл любого государства безопасности и достоинства жизни простого человека. И привел пример, что республика, где проживают 10 миллионов человек, сегодня выпускает каждый третий большегрудный самосвал на планете. Где республика, в которой один тракторный завод, но он производит 40 с лишним тысяч тракторов и продает их в 72 страны мира, наши четыре трактора под руководством, четыре тракторных завода под руководством этого правительства еще не произвели в этом году и пяти тысяч. Республика производит великолепные машины, их масс Евро-6, это уже космический корабль, который соответствует самым лучшим мировым стандартам. Это республика, где прежде всего заботится о детях и где смертность лучше, почти ниже, чем во всех самых благополучных странах Европы. В этой республике думают о стариках и пенсионерах. Я вчера, приветствуя Лукашенко и Братскую Республику, сказал, вы единственные на постсоветском пространстве, кто удвоили свой потенциал с 90-го года. Вы единственные, кто провел референдум и сохранили двоязычие. Вы единственные, кто не перекрыл ни одного канала телевидения, хотя довольно вас часто ругают и спрягают. Вы единственные, куда бегут, а не откуда бегут. Вы единственные, кто сегодня реальные проводят выборы, где можно высказать свою точку зрения и честно посчитать голоса. Мы обязаны вот такие брать примеры с постсоветского пространства и двигаться вперед. Наша партия подготовила реальную программу. Суть этой программы заключается в двух словах. Надо развивать, а не воровать. Мы обязаны поставить заслон ворам и коррупционерам. Но мы должны все сделать, чтобы главные богатства страны служили каждому нашему родному человеку. За этот год власть опять продаст вашего сырья, нефти, газа, золота, алмазов, леса, металлов на 20 триллионов рублей. Лишь 8 оказались в этом бюджете. 12 триллионов по-прежнему платим дань олигархии российской и их иностранных покровителям. Мы внесли закон, по которому прогрессивная шкала налогов накладывается хотя бы на 1 миллион тех, кто получают сумасшедшие деньги. Это уже дало бюджет 4-5 триллионов, и мы его поддержали промышленность и село, поддержали пенсионеров и студентов. Так Единая Россия отказалась голосовать за этот абсолютно необходимый стране закон. Мы обязаны с вами национализировать олигархическую собственность. Когда меня спросили, почему вы на этом настаиваете, я говорю, вам просто объясняю, почему на 20 триллионов продали, а денег в бюджете оказалось. Почему из этих 20 нельзя еще взять 4-5 и решить проблемы с здравоохранением в стране, которые корчатся в муках и снова начинают вымирать. Почему у нас 10% самых богатых захватили 87% национального богатства, в Америке на 11% меньше, почему у нас социальное неравенство, такое, как у которого нет ни в Африке, ни в Латинской Америке. Почему у нас полстраны живет на 15 тысяч рублей и менее, а эти деньги за год подешевели вдвое, как прожить на 8-10 тысяч, когда вы снова повышаете цены на коммуналку и решили на плечи граждан завалить еще и капитальный ремонт. Я уверен, что мы с вами сумеем провести общенациональный референдум по национализации минеральной сырьевой базы и ключевых отраслей производства. Это позволит нам удвоить бюджет, социально определить программы, поддержать всех, кто хотел бы работать, а не пьянствовать и воровать. Для этого у страны есть все необходимое. Есть великая история, которую открыл октябрь 17-го. Есть желание достойно трудиться и жить в безопасной стране. Есть политическая воля, которая позволила нам победить в мае 45-го, прорваться в космос и создать ракетно-ядерный паритет. Сегодня меня поражает та бессовестная ложь, которую тащит снова на щит всех информационных программ. Хочу напомнить, именно сегодня, в этот день, когда вы заявляете о том, что пришли какие-то безответственные большевики и разодрали хваленую мощную Романовскую империю, Романовская империя выродилась. Она продула подряд три войны, Крымскую, Русско-японскую и Первую империумистическую. Не Ленин с Сталином пришли требовать от решения царя Николая II от власти. Пришли два лидера, которые командовали буржуазными партиями Шольхин и Гучков. Не Ворошилов и Будённый красные командиры пришли требовать от решения царя, а пришли царские генералы, русские Алексеев, которые командовали войсками и которые клялись на Библии, что они будут служить Богу, Царю Отечеству. Не большевики перекрывали транспорт, чтобы организовать в Петрограде голод, а эсеры меньшевики. И ваше буржуазное, временное меньшевистское правительство, которое сплошь состояло из масонов, создало комиссию, арестовало царя и детей, и семью, и отправило на верную гибель Тобольск. Вы отдавали эти приказы, вы сегодня стонете и не хотите отвечать перед историей, перекладывая на плечи народа и большевиков новые тяготы и свое неумение управлять. Мы все сделаем, чтобы в стране был мир и подлинная демократия. Страна наша примирилась на фронтах 41-го. Победный май 45-го, 70-летие которого мы сегодня празднуем, подтвердил, что народ пришел единым. Нас не делили на русских, украинцев, белорусов, евреев, татар, армян, азербайджанцев. Мы были единым советским народом. Мы победили потому, что за этим стояла советская власть, власть трудящихся. Пока вы не научитесь выговаривать это, в том числе и на Красной площади, у вас не получится никаких реформ и преобразований. Народ сегодня требует народной власти. Она назрела, и мы должны все сделать, чтобы в ближайший год на выборах всех уровней доказать. Народ может побеждать, когда он проявляет волю и мужество. Та же, как побеждает сегодня белорусский народ, как победил наш губернатор в Иркутске, как победил наш мэр в Новосибирске. Все они вам передавали свои поздравления и на лучшие пожелания. Заздравствует Великий Октябрь! Заздравствует народ Труженик! Заздравствует народ победителей! Ура! Ура!